Добрый день. Добрый день. Скорее утро, день добрый, ночь. У меня вообще ночь. В этот прекрасный весенний, не по-зимнему летний, теплый июль. Короче говоря, вот этот хейфец, он как всегда бредит. У него день хороший, у меня вообще ночь. Я об этом и говорю. Я об этом и говорю. Слепые ведут слепые. Сегодня мы бредим на тему государственного бреда. Я-то вообще шел мимо. Нет, ты шел мимо, а я украл у Саши тему. Саша мне написал тему и говорит, я хочу поговорить о некомфортном государстве. Что это такое? Вот. Я страшно позавидовал, потому что почему не я придумал эту тему, подумал я. Но... Ума не хватило. Да. Вот тогда я решил так. Я тогда перехвачу инициативу во время записи и начну говорить. Саша человек воспитанный, он меня не будет перебивать. Ты ведь не будешь меня? Перехватил. Вот. Друзья мои, что такое комфортное и некомфортное государство? Я понимаю. Квартира, кресла. Во-первых, может ли государство быть комфортным для человека? Государство – аппарат насилия. Вот. Вот. Так вот, друзья мои, комфортное государство. Я сейчас сразу в двух словах всю тему освещу, чтобы ты знал. На самом деле, все ведь это носит характер филологического экскурса, а вовсе не философского, а инсоциального. Друзья мои, комфортное государство – это аппарат насилия. А некомфортное государство – это аппарат изнасилия. Аппарат изнасилования? Мне кажется, что эфир закончен. А что, не получилось? Нет, нет, прекрасно. Тема сисик раскрыта. Вот. Да, не полностью. Государство, в принципе, будучи аппаратом насилия, оно осуществляет насилие над меньшинством в интересах большинства. Сексуальным. Но при этом оно объясняет меньшинству, почему оно осуществляет над ним насилие. Типа, иди сюда, я буду наказывать, да? Для того, чтобы объяснить меньшинству, для чего осуществляется над ним насилие, государство использует а. законы, б. средства массовой информации, в. внутреннюю политику. А государство изнасилия осуществляет насилие над меньшинством в интересах большинства, ничего не объясняя меньшинству, презирая его, уничтожая его, топча, издеваясь над ним. И всячески поощряя злобный хохот большинства, которым сопровождается это изнасилие. Старый софист. Ну, это скорее теоретический аспект того, что я имел в виду. Я имел в виду несколько другое, а именно. Ну-ка, введи. Мне всегда было интересно, как устроена жизнь в разных странах, не знаю, областях. Ну, странах, скорее, да. И оказавшись в 91-м году в Америке, я увидел принципиально иное устройство жизни на ее, скорее даже, каком-то бытовом уровне, нежели в стране, в которой я родился и жил. И он попал под обаяние американского округа. Я попал под обаяние, поскольку в этом было очень много рационализма, который людям помогал жить, обычным людям. Я понял, что Америка, в частности, поскольку я это увидел лично, собственными глазами, она построена на очень простом принципе. Чтобы дураку было комфортно. Потому что, когда комфортно дураку и нееспособному человеку, то нормальному человеку тем более комфортно. В итоге, правильно ли я понимаю твой тезис, что Америка построена под дурака? В таком случае, остальным живет лучше. Да. Мне так кажется... То есть, начально строится под дурака. Ну, да. Я не знаю, является ли это целью, но так получилось в результате, что она, как страна, комфортная для проживания людям. То есть, там не нужно уметь жить. В отличие от России и СССР, где всегда нужно было уметь жить. Вот вспомните, да? Вот всегда нужно уметь жить. Что это значит? Это значит так общаться с чиновниками, уметь, да? Чтобы в результате получить то, что ты хочешь. Иметь связи. Иметь связи. Это все мне было всегда отвратительно. Это совершенно неправильно. А это было всегда. Это было до большевиков. Да, да. Это совершенно неправильное устройство государства, на мой взгляд. Вот принципиально неправильное. Это получается, что мы для государства, а не для государства для нас. Ну, это так здесь живут. Такие правила монастыря. Да. Но мне это не нравится. Ну, голову, чемодан, вокзал. Чемодан, вокзал, вокзал. Да. Я же не об этом говорю. Я говорю о том, что есть такие государства и есть такие. Я не собираюсь тут эфир превращать в переделывание этого государства. Почему бы? Я просто фиксирую, что, оказывается, существуют разные формы существования государства. Разные. Правда, что ли? Да. Правда, что ли? Да. И я был поражен, увидев, что, оказывается, возможно, государство, при котором комфортно себя чувствуют люди, которые здесь были бы на обочине жизни настолько, что даже страшно себе представить. Ни мужчины, инвалиды и прочее, прочее, прочее. Можно я тебе расскажу один небольшой анекдот? Вот. Был один мужик. Он был хороший. Поэтому, когда он умер, он попал в рай. Вот. Там кругом летали всякие ангелочки с арфами. Он сказал, что скучно. Он сказал, когда прошло какое-то время, богу, можно? Говорит, я недолго съезжу в туристическую поездку в ад. Просто интересно посмотреть, как там живут. Приехал он туда. Его черти встретили шампанским с цыганами. Давай везде водить, все покажем. Как здесь клево. У вас тоска какая-то вообще. Говно какое-то вообще, да? Вот. Он пошел попротивополистическую убийство. Ему тут ждали. Только он вышел. Чертиху схватили. Давай его просто мутузить, стяка, женщина, сковородка отдавить. Он говорит, что вы гады делаете, черти, штука с ними с шампанским, с цветами. Говорит, не путай туризм с эмиграцией. Понимаешь, что я говорю? Вы друзья мои, можно ли взять? Значит, секундочку. Вышеозначенные в стране в течение почти двух месяцев. Всего двух месяцев? Быть и бывать две разные вещи. Просто нет. Это уже достаточно, чтобы понимать, как платить цикварплата, штрафы. Нет, недостаточно. Это во-первых. Во-вторых, у меня есть информация от людей, которые там прошли больше 20 лет. Которые подтверждают то, что я не успел увидеть. Они говорят, да, это так. Это удобно. Количество бюрократов незначительно. Люди на госслужбе получают большие деньги. Они знают, что они теряют. Если начинают вести себя неправильно. И так далее. Вот эта часть государственной машины, которая реально существует, функционирует. И совершенно с иными результатами, нежели здесь. Например, здесь. Вот о чем я говорю. И комфорт, и некомфорт государству. Именно в этом выражается. Давайте еще раз. Вы согласны с тем, что государство это аппарат насилия? Ну да. Согласны. Да, это еще не мы придумали. Значит, смотрите. Саша, можно я немножко разверну то, что ты сказал? Я сказал, никто не хочет платить налоги. Никто не хочет платить за квартиру, за газ. Человек жаден. Жаден. Никто не хочет платить штрафы. Никто не хочет платить врачу. Да, все хотят все получать. Правильно? Правильно. Государство говорит обществу. Слышишь? Так не получится. Если мы хотим быть не скотами, а людьми. Не резать друг друга. Не убивать и не насиловать. Давай договоримся. Ты вводишь ограничения на свои желания. Я понимаю, говорит государство. Ты хочешь все даром и сегодня. Но слышишь? Так не получится. Давай ты сожмешь себя в кулак и будешь платить налоги, штрафы, врачам, страховку, бензин. Что ты уступишь. Ты что-то мне уступишь. При этом я тебе обещаю, говорит государство, что я сделаю так, что все эти неприятные обязанности будут у тебя отнимать минимум времени и сил. Взамен я гарантирую защиту. Взамен я гарантирую защиту. Бла-бла-бла-бла-бла. Человек чешет репу и говорит, слышишь, я точно не буду стоять в домоуправлении 2 часа и собирать справки 2 недели. Государство говорит, вот я тебе вот зуб даю. У тебя это займет 5 минут. Ты войдешь, получишь номерок, сунешь квитанцию. Вот я тебе... А не хочешь даже по интернету. Можешь никуда не ходить. Договорились? Черт с ним, говорит человек. Я согласен. Но точно ты гарантируешь взамен бла-бла-бла. Точно, говорит государство. Я согласен, говорит человек. При этом существует меньшинство, которое говорит, я все равно платить не буду. Не буду платить. Понял ты? И вот над ним осуществляется насилие. Почему в одних странах происходит вот такой общественный договор? Когда государство берет у человека что-то, но когда берет, то берет так, чтобы человеку это не было тяжело. Чтобы он это делал быстро. Да? Почему в одних странах это получается, а в других не получается? Я скажу почему. На мой взгляд, все зависит от характера народа. Да. Вот. Это равнособно, что это по монастыре и уставу. Как есть характер у одного человека, назовите это нрав, характер, склад психики, как угодно назовите. Как есть характер у одного человека, так и есть национальный, народный характер. Так вот, у нас здесь в стране устроено все так потому... Может, и так удобно? Нет. Нет. Каждый хочет быть вот тем... Нет, нет. Давай скажем еще примере. Потому что это является характером народа. Совершенно верно. Потому что наш национальный характер имеет ярчайшую садомазохистическую акцентуацию. Я бы сказал... Нам нужно, чтобы над нами издевались. Мы любим, когда нас мочат и мурыжат. Неосознанно, вероятно. И каждый из нас... Вот, понимаете? Вот есть замечательная поговорка. Раб не мечтает быть свободным человеком. Раб мечтает быть хозяином. И каждый из нас, попав на должность того чиновника, который только что меня пинками выгнал из кабинета, каждый из нас вел бы себя. Точно так же. Вот ровно то, на самом деле, про что я хотел сказать. На самом деле, что тут дело не в том, что садомазохистическая или какая-то другая. Именно каждый человек все равно знает. Ну да, конечно, вот этот гад в ЖЭКе, он меня там, конечно, нагнул, он заставил. Но я-то врач, он ко мне придет зубы лечить. Понимаешь? Или наоборот. Вот этот милиционер мне там... Так это и есть садомазохист. Значит, в основе нашего характера лежит тотальное неуважение друг к другу. Совершенно верно. Я думаю, что это крайняя точка. Ниже не копнуться. Совершенно верно. Мы не уважаем, не любим друг друга. Априори. Совершенно верно. Но более того, мы еще удовольствие от этого получаем. Я вот это... Нет, понимаешь? Потому что мы серьезно не больны. Да. Это не больны. Это болезнь. Это болезнь. То есть, если я не здорового человека, мы больны. Это генетическое страдание, укоренившееся. Корно. Потому что нет, ну вот именно так здесь живут. Корно. Бердяево... Почему так живут? Почему так живут? Почему? Потому что так нравится. Вот. Почему нравится? Нет, ну извините. Почему? Одним надо заниматься сексом анально. А правильно, потому что склад психики... Вот. Нет, нет, нет. Склад психики такой. Это вид психопатии. Это вид недуга. Это страдание. Это наше национальное страдание. Это ненормальное. Нам нравится, когда нас унижают. И нам нравится унижать. Абстрактно. А? Понятие нормальное, ненормальное, очень абстрактное. Не надо, подожди. Ну, Андрей, ну ты же знаешь критерий, да? Все-таки есть понятие большинства. А как живет большинство? Во. Опять ты говоришь про большинство. Причем тут большинство? Ну подождите. Большинство не живет так. Но получается и нормальный ты. Послушайте. Не здесь. А мы говорим о здесь. Ребят, разговоры о норме и ненорме, и о добре и зле очень быстро можно привести к общему знаменателю. Да? Есть эта замечательная строка. Поступай с людьми так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Вот они и поступают. Вот. Значит, это норма. Вот я и говорю тебе. Да что, ты не униженского? Он говорит, это ненормально. Нет, если ты хочешь, чтобы с тобой поступали нормально, вот ты так хочешь, да? То ты сам будешь поступать нормально. И вот это норма, да? Она уважает человека. Потому что каждый человек хочет, чтобы уважали его. Но если в глубине твоей души укоренилось стремление к мучительству ближнего своего, как к мести за то, что мучительству подвергался ты сам на протяжении многих поколений, вот это я называю ненормальностью. И вот этой ненормальностью, к сожалению, мы страдаем. Корень нашей души погружен в почву зависти, злобы, ненависти, отчаяния и гнева. Каждому из нас есть за что мстить окружающему миру, государству и соседу. Ну да, как старый. И вот совершенно верно. Неумение понять, нежелание прощать, многовековое желание отомстить, получить взамен, компенсировать утраченное за чужой счет. Вот это заставляет наше государство быть некомфортным по отношению к каждому из нас. Мы его построили таким, какими являемся сами. Государство это зеркало, в которое глядится социум. Вот и все. Это понятно. И на самом деле, как меняется общество, меняется, собственно говоря, окружающее государство. Может, если даже брать недалекое советское государство, оно было симпатичнее, чем то государство, которое я вижу окружающее сейчас. Ты много ходил там по инстанциям? Скажи честно. В каком аспекте оно было симпатичнее? Вот я сталкивался очень часто, я был инфекционистом, мне приходилось сталкиваться с государственными машинами на каждом шагу. Я тебе скажу, это был фашизм чистой воды. Сейчас лучше? Не может быть лучше. Андрюш, подожди. Мы остались теми. Ты только что упомянул про то. Мы не изменились. Советское государство, российское государство, это фашистские государства. Потому что, я должен пояснить, что такое фашизм. Может быть, Андрей имеет в виду только бытовую сторону. Я не знаю, что они имеют в виду. Я все имею в виду стороны. Потому что фашизм, не надо путать его с нацизмом. Это да. Значит, фашизм это такое государство, которое не оставляет человеку никакого простора для личного бытия. Фашистское государство вмешивается каждую секунду во все стороны твоей жизни. Оно заставляет тебя стоять в очередях по уплате квитанции за прачечную, штрафов. Квартиры, домовладения, да-да-да-да, тебя мурыж оттаскают по инстанциям. У тебя нет никакого времени на развитие собственное твое, на твою личную жизнь. Советское государство в этом смысле было совершенно фашистским. И российское остается таковым же. Ну, не менялось просто. Ну, просто не изменилось. Не менялось, потому что мы не изменились. Потому что мы не изменились. Конечно. Нет, я считаю, немножко изменились, причем не в лучшую сторону. Ну, это... То есть еще хуже стали. Да, я про это только что и сказал. Ну, да, ну, да. Я про это только что сказал. Ну, хуже стали, потому что страх утерян. Нет, не страх. Понимаешь... Ну, это уже не важно. Нет, это важно. Мы боялись. Это важно, я тебе объясню. Потому что советское государство при всем разгильдяйстве, все-таки там на добрую треть работали профессионалы. Сейчас, сейчас большинство... КГБ в основном. Да где угодно. Умоляю, поясни свою мысль. Хорошо, поясню мысль. Я недавно писал в Фейсбуке, в который ты принципиально не хочешь зайти. Ну, не важно делать все. Это важно. Без гнева на друга. Вот. Я недавно там писал, что просто вот я вот сижу, работник у него трогает, вдруг увидел, у меня просто под окна взял и умер человек. Взял и умер, шел и умер по дороге. Да. Вот. Он просто шел и умер. В то время он просто валялся. Потом пришли милиционеры, его накрыли. И дальше он очень долго валялся. Вот. Потом они вызвали, как положено, криминальную службу, скорую и так далее. Вот. И вызвали родственников. И устроили опознание трупа. Прямо на улице. Прямо на улице. Вот. То есть это все нормально. То есть освидетельствия на труп, по заключениям медэксперта. Все было на улице. Все для чего? Потому что они опознали. Просто я уже не говорю про несчастную женщину, которая опознавала, да? Вот у всех на виду, это в центре Москвы. Вот. Они тут же спихнули его на руки родственников, даже не войдя в милицию, не войдя в морг, никуда. Все. Понимаешь? Весь процесс, весь процесс прошел прямо на улице. Прямо на улице. Вот этого не было. Этого не было. Этого не было. Я про это говорю. Я могу про скорую помощь, про много еще про тебя сказать. Андрюш, ты возводишь случай в систему. У тебя нет оснований никаких. Это есть. Это система. Есть основания. Нет, нет. Если бы ты мне сказал, что сейчас по закону нужно действовать так, я бы тебя понял. Да какой закон? Я говорю про страну, а не про закон. Нет, нет, секундочку. Что теперь по закону опознавать нужно вот так бесчеловечно на улице, я бы тебя понял. Ты знаешь. Но ты опять ты говоришь про случай, который произошел перед твоими глазами. Да. Да? А есть тысячи других случаев, когда в такой же ситуации человека увозили и поступали как надо. Это ни о чем не говорит. Погоди. А по закону надо давать взятки в Домоправлении? Я думал, ты скажешь другое. Да. Что, а в советское время человек упал, к нему тут же подбежали бы люди и... Да не было. Этого не было. Он опять тоже не говорит. Нет, нет. Так тоже было. Только это тоже ни о чем не говорит. Это ни о чем не говорит. В советское время сделали бы все гораздо четче, потому что боялись ментов, которые начинают на улице устраивать безобразную процедуру опознания трупа, Андрюша. Ну это дикость просто, локальная дикость, а не системная дикость. В советское время их бы так наказали, мало не покажется. Да. Был страх. Сейчас его нет. Поэтому профессионализм, прости, тут ни при чем. Это вопрос разгильдяйства и наличия страха за наказание. Понимаешь? Вот и все. Поэтому я считаю, что государство не изменилось в принципе, повторюсь, потому что не изменились мы, да? А то, что ты подчеркиваешь, означает просто, что в этой неизменчивости добавился элемент еще и разгильдяйства. Из-за всяческого отсутствия страха за неотвратимостью, страха неотвратимости перед наказанием. Его нет, этого страха, абсолютно. Всем на все наплевать. Я вот замечаю полное отсутствие профессионалов во многих направлениях. Предположим, в своем направлении. В кино, в журналистике, во многих других направлениях, с которыми ты, значит, сталкиваешься. То есть полное отсутствие. Страха нету. И там просто вообще нет. Нету страха быть профессионалом. Они все ушли по каким-то частным, мы говорим, вокруг нас как бы это сказать, да? Они ушли в какие-то частные маленькие конторки, где я работаю, да? То есть тихо, чтобы не иметь дело с гигантскими монстрами, куда пришли люди, далекие от профессионализма, вообще от профессии. Родственники, там, сестры и просто случайные люди. Даже не родственники, а просто случайные люди. Поэтому, соответственно, большинство людей... Значит, почему у нас сегодня нет телевидения? Не потому, что это запрещает. Мы уходим от темы. Да нет никакой темы, на самом деле. Ну как? Подожди, мы все-таки о государстве. Давайте мы тогда этот вопрос сферим. Здравствуйте, аппарат насилия. Мы закончили уже сам первые пять минут. Нет. Нам важно что понять? А что понять? Почему у нас-то в России это насилие? Потому что так здесь нравится. Носит недок... Вот. Потому что так здесь нравится. А на самом деле, каждая страна имеет свою такую специфику. Почему люди на самом деле уезжают и из Франции куда-то, в Америку, в то же самое предположим. И, не знаю, из Чехии, в Германию и так далее. Я тебе скажу. Я тебе скажу, почему Криштиану Роналду условный переезжает из Франции в Швейцарию. Там больше платят. Точка. Нет. Ну, налогов меньше. Ну, налогов меньше. Налогов меньше. Вот и всё. А не потому, что здесь государство будет обращаться с тобой как с падлой, потому что все этого хотят. Потому что и Франция, и Италия разницы нет. Никакой. Везде будут обращаться с тобой... Комфортности государства нет. Везде будут обращаться с тобой комфортно. Значит, в результате, в результате, я думаю, что вся штука в том, что нужна ли нам, живущим здесь, свобода, как осознанно необходимость. Совершенно так. Трем процентам. Во всем мире, ну, больше тщательно, она нужна, они с этим выросли, они не понимают, как без этого можно жить. И в этом залог комфортности тех стран, да, здесь, поскольку нам не нужна свобода, мы не хотим быть свободными, значит, по этой причине мы позволяем с нами обращаться так, что мы в результате называем это государство некомфортно. Совершенно так. Выпьем за это. Ну, это святое дело, за это надо выпить. Да. Чай, к тому же. Будьте здоровы. Да, да. За комфортное государство. Да. В следующей жизни. Да. Стоп, 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 милые мои, не разбегайтесь, пожалуйста, это еще не конец. Я хочу вам предложить небольшой бонус. Коротенький разговор, который подошел у нас уже после записи подкаста на одну такую, можно сказать, личную тему. Ну, может, вам оно покажется интересным. Еще, собственно говоря, 9 минут вашего внимания. Итак. У меня есть одна штука. Я хочу один маленький, специально спонтанно, спонтанно. Вот смотри, я хочу, такая вот интересная история, она можно сказать определенный смысл, это слово личное. Сейчас, под секундочку. Вот. Такая определенная история, можно сказать личная. Вот я хочу сейчас, так сказать, ее обсудить с двумя человеками. Один, довольно-таки религиозный, и об этом много говорящий господин Хейхвиц. Другой совершенно агностик, но при этом странное обращение, причем культурный человек, агностик господин Орлов. Да, непонятно вообще, ну ладно, бог с ним. Он именно так смотрит. Полно интеллигент. Я очень внимательно слушаю. Вот. Я хочу посетить такую странную вещь. Вот. Я говорю так, меня на продолжение последних двух недель, определенном смысле слова, искушают бесы. Какое счастье. Да. Я бы кто искусил. Нет, нет, не такие бесы, о чем ты говоришь. А какие? Это бесовки, чертовки. А там бесы, бесы. Вот смотри, значит, какая история странная. Вот. Две недели назад, предположим, иду, и я в небольшой магазинчик покупать воду питьевую, да, из-под крана воду я не пью в Москве. Вот. И покупаю там воду, покупаю там всякую там еще мелочь. Там у меня где-то там рублей на 150 получается, это тысячу. Вот, девчонки-косержи. Потом, как у меня дурная прорычка, считать сдачу, отойдя от кассы, я посчитал, смотрю, там у меня сдала на 985 рублей. Вышел. Да. Я не подтвердил, говорю, что вы, по-моему, себя обманули. Отдал ей сотню, она поохала там. Вот. И ушел. Вот. Буквально на следующий день я иду в аптеку, мне нужно лекарства какие-то покупать. Покупаю лекарства. Вот. Покупаю лекарства, покупаю там еще какую-то мелочевку. Вот. Забрал это все дело, даю карточку. То есть я даю карточку. Возможность деньгами каким-то образом мне сдать сдачу больше невозможно. Вот. Я забрал уже то, что нужно было в покупку. Дал карточку. Она сделала транзакцию, я подписал чек, она дает мне карточку и еще раз точно такие же лекарства мне дает. Вот. Второй раз. Я просто на автомате взял, потом смотрю, что у меня вот криво, вот криво, я один брал, на чек смотрю, взято за один. Хожу, говорю, что вы опять себя обманули. Интересный, другой ход. Так было много всякой мелочи в последних двух недель. То мне пытался бьес всучить 5 рублей, то 200-300 рублей, по-разному. Самая последняя фишка была особо интересная. Быстро. Давид я опять в аптеке, я покупал кое-какую мелочок и только сбежал. Ты думаешь? Я не думаю, я уверен. Спасибо. Я покупал кое-какую мелочок. И там бьес подумал другой хитрый ход. Я, значит, тоже опять же все, что у нас заказал, дал карточку, она там провела транзакцию. Я чек подписал, забрал, отдал ей чек. Ушел, ушел. Два дня на эти чеки не смотрел. У меня скопилось чеков всяких на столе, я начал разбирать. Беру чек и смотрю на чек, который я подписал, написано. Транзакция успешно отменена. То есть, получается, опять с меня денег за покупку нельзя. А давайте все. Конечно, два дня уже прошло вообще. То есть, я как бы, ну, я знал, я принципиально. Я пошел, сказал, вот, транзакция отменена. Я позвонил специально в банк. Они говорят, да, транзакция отменена. Я говорю, что чек там все-таки. Я подписал чек, он придет в тот чек, он говорит, ну, что он придет. Отменена. То есть, действительно, с меня денег-то вас не возьмут. Вот. Я пошел в аптеку, отдал деньги наличке. Вот. За это дело все. Как там отреагировали? Да. Нормально, в принципе, отреагировали. Ну, у нас что значит нормально? Нормально? Нет. Ну, как просто я сказал, что вот транзакция отменена. Они поухали. Они, на самом деле, сперва. Они поухали. Они минут десять думали, как же им сейчас деньги взять. Потому что, видишь, дело же проводится, карточная транзакция проводится совместно с кассой. Это было два дня назад. Поэтому не смог карточки снова оплатить. Ну, наличка, без чека я оплатил. Это технический вопрос. Мне интересует человеческая реакция. Вы сказали, будет большое спасибо. Да, сказали. Естественно. С этого началось все. Слушай, ну это здорово. Нет, суть не в этом. Понимаешь, у меня тут возникло два вопроса. С одной стороны. Это странная акция беса. Будем так говорить. Он пытается любым способом всучить деньги. С одной стороны, беса. С другой стороны, я недавно подумал совсем другую вещь. По отношению к самому себе. А вот мое желание втюхать обратно вот эти, скажем так, деньги, которые мне упорно пытаются всучить беса. Не знаю. Вот. Не гордыня ли это тоже? Нет, не гордыня. Это называется интуиция. Вот. Потому что я не знаю, что это такое. Некоторые называют просто порядочностью. Ну да. Нет. Порядочность это когда один раз. Но когда это превращается в тенденцию. Почему? Порядочность же не один раз. Нет, ты не понял. Я говорю не об этом. Я говорю о том, что тенденция в протяжении двух недель. Постоянная попытка стучить от пяти рублей до трехсот рублей, грубо говоря. Это, на мой взгляд… А раньше этого не было? Не было. Причем это плотненько две недели подряд. И потом не будет. Да. Вероятность. Это вот вопросы как раз моего организма. Да. Это вопросы моего организма. Да. А, на мой взгляд, это означает вот что. Это означает, что бес пытается сорвать какую-то огромную удачу, которая тебя ждет очень скоро. Если бы ты вот эти деньги взял, да? Да еще если бы ты обрадовался, то он бы, так сказать, достиг своей цели. А так я тебе скажу, что тебя очень скоро, по моим представлениям, ждет какое-то блистательное совершенно предложение. Действительно. И из-за того, что он возвращал, не играл в игру. Не поддался на искушение. Да. А вот смотри, какая история. Да. Мне показалось вот еще, опять же, после последней ситуации. Это очень радостное событие. Вот смотри, после последнего события. Я бы обрадовался. Смотри, после последнего события, после вот этой вот аптеки, да? Когда я сходил сюда, вот, я отнес вот этот чек, что транзакция от меня, то есть девчонка, которая породила кассу, она ошиблась. Вот она нажала не ту кнопку, там две кнопки, одна подтвердить, другая отменить транзакцию. Вот, она ошиблась. Вот. И я пришел, заплатил деньги туда наличкой. Вот. И я просто понял, в принципе, она вот ходила, вот эта вот провизор, с которой я общался, ходил, разговаривал с заведующим по телефону. Я слышал прямо, я понял, ту девчонку, которая сделала ошибку, ее накажут. Конечно. Я совершил при нем, в смысле слова. Я не знаю, зло ли это. Нет. Абсолютно нет. Ее должны наказать, и это правильно, чтобы она была на работе внимательна. Это нормально. Это к тебе отношение не имеет. Никакого. Каждый делает свое дело. Она должна делать свое дело, а ты свое. Вот ты свое дело сделал, ты за него и ответишь. Есть заведенный на этой земле порядок. Да? Нет, нет, нет. Но это очень здорово, я очень за тебя рад, на самом деле. Это событие прекрасное. Я бы, например, учить со мной такое, я бы очень обрадовался. Это просто означает, ну, собственно, прости за высокое сравнение, на то же самое делал с Иисусом дьявол в пустыне. Но искушал. Так что, правильно ты расцениваешь, все верно. Понимаешь, я просто как человек, который долгое время занимался мистикой, не могу, в отличие от Саши, считать это случайностью. Я считаю, что случайность, превращающаясь в закономерность, это определенный факт. Саша, мы тоже договоримся о терминах. Что такое закономерность? На каком временном промежутке? Да, да, да. Саша же тоже знает. Что такое народ? 10 миллионов или 200 тысяч? Да, да, да. Саша же тоже знает. Один человек. Народ? Да. Нет, подожди. Это только художественное определение, это некорректное определение. Народ не может быть одним человеком. Может. Почему, если не устроен фрактально, ты же знаешь, единица представительства содержит в себе единицу. Тогда мы запутаемся в терминах. Нет, нет, нет. Как это сложно? Ректально? Нет, нет. Хорошо. Это слово масса. А масса? Можете отничтать массой? Нет, смотри. Вот существует некая истина, то есть то, чего человечество в смысле мейнстрима сегодня придерживается. Завтра оно может это отменить, но сегодня вот те люди, которых называют ведущими физиками и математиками, да? Они придерживаются теории фрактального устройства мира, знаешь? Да. Вот. Сумир устроен как фрактал. Что такое фрактал? Это такая структура, каждая единица представительства в которой содержит представительство всей единицы. Ну, я не знаю. Поэтому ты прав, когда он сказал, что народ, этого просто не понимает никто. Ну, на самом деле. Я не вижу другое. Да. А ты говоришь об опоре Гзенона, да, куче зерна, лысый и так далее. Да. Саша уже тебе скажет, будучи агностиком, что всякая случайность есть просто проявление непознанной закономерности. Нам не хватает времени ее следить. Она может быть на протяжении световых миллиардов лет. Но, на самом деле, я сумму, она все равно запоминет. А вот теперь всем сыграть все. Пока. До следующего подкаста. Субтитры создавал DimaTorzok